Никогда не куплю для своей собаки или кошки это прикрытие для седалищной части. Вы можете себе представить поилка в форме унитаза, брызгать свое животное духами, парики для собак и кошек, ловушек для фекалий. Привет, я Аня и ты на канале Magic Family. Сейчас очень многие видеоблогеры снимают мои стильные нет. И так как я пэт-блогер и у меня много собак и других животных, я решила рассказать свои стильные нет в этой теме. Это будет только мое личное мнение, некоторым может это все даже очень нравится. Но я объясню, почему я никогда бы в жизни не купила это своим питомцам. Подписывайся на мой пэт-блог и поехали! Первое, что я никогда бы не купила, это намордник утконос или какие-то другие нелепые намордники. Это маска утконос, которая надевается на собаку, чтобы заставить ее замолчать, ну и не кусаться. Я считаю, что любую собаку можно отучить лайт или кусаться. И такой подход просто неправильный с точки зрения воспитания. Ну а с точки зрения стиля точно так же я отношусь к намордникам по типу страшная злая морда и в таком духе. Я считаю, что эти вещи высмеивают собаку. Казалось бы, что такого, что не посмеяться, мы все иногда смеемся над своими питомцами. Но другое дело высмеивать нелепость своего питомца, своего животного. И когда другие люди тоже вместе с вами насмехаются над ним. Я знаю, что собака, как и любое другое живое существо, чувствует насмешку. И это все может очень плохо отразиться на ваших с ней отношениях. Кстати, напишите в комментариях свои стильные нет. Не только в питомцах, но и в жизни. Что бы вы никогда не купили? Поилка в форме унитаза. Да. И другие вещи, опять же, высмеивающие моего питомца. Дурацкие лежанки, нелепые сумки. Я не против каких-то оригинальных прикольных штук для животных. Это всегда интересно. Но чисто чтобы поржать, нет. Лак для когтей и духи для животных. Я вообще считаю, что красить когти собакам или кошкам это реально перебор. Конечно, нам всем хочется, чтобы наши питомцы, особенно это касается маленьких пород собачек и кошечек, выглядели стильно и красиво. Но это хотя бы даже для здоровья небезопасно. Ведь животные облизывают свои лапы. Они даже могут начать отгрызать этот лак и просто-напросто съесть его. Ну, думаю, вы и так понимаете, что это очень вредно. Духи. Да, согласна. Не всем может нравиться запах собак или кошек, особенно в определенные моменты жизни. Но неужели это настолько непереносимо, чтобы брызгать свое животное духами? Если же речь идет вообще только о моде, то это мое однозначное нет. Это чрезмерное очеловечивание. Что я, опять же, точно никогда не куплю, это парики для собак и кошек, а также головные уборы. И вообще все, что одевается на кошку или собаку, опять же, с целью только высмеять ее. Трехголовые шапки, глупые головные уборы и вообще костюмы, в которых животные чувствуют себя некомфортно. Или любая чересчур нелепая мода. То есть одеть платье, смокинг для красоты, которую, кстати, видим только мы, но не животные. Или же одевать питомца в холодную и дождливую погоду, чтобы сберечь здоровье. Да даже костюм супергероя, который просто прикольно смотрится и не мешает животному. Но когда собака или кошка выглядит в этом дурацкой, нелепой, все вокруг смеются, нет. Мало того, что животное чувствует принижающее отношение хозяина, так еще и все вокруг над ним ржут. Это не про меня. Что я точно никогда не куплю для своей собаки или кошки, это прикрытие для седалищной части. В русском интернете это называется нашлепка назад. Вы можете себе представить, это такая штучка, которая закрывает попу собаки или кошки. Я считаю, что это полный бред. Собаки и кошки это животные, это абсолютно естественно, что какие-то их органы видно, в отличие от людей. Это же природа. Кроме того, что я уверена, питомцу некомфортно, это и выглядит глупо. Но однозначно я нет. А если вы хотите, чтобы я рассказала не только про стильные нет, но и вообще мои нет в вещах для питомцев, по типу ошейников, антилай, или очень странных аксессуаров для собак, типа ловушек для фекалий, и другие мои нет в собаках и кошках, например, про странные очень прически, то ставьте лайк этому видео, и я обязательно в скором времени про это сниму. Подписывайся на мой канал, и скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok